Энергетическая блокада Крыма началась в ночь на воскресенье 22 ноября. Полуостров был полностью обесточен в результате повреждения в Херсонской области опор линии электропередач, поставляющих электроэнергию. Окупационные власти Крыма и Севастополя объявили в регионах режим чрезвычайной ситуации. Мы считаем, что необходимо готовиться к варианту худшему, к варианту такому, что этот период продлится, по крайней мере, до момента, пока будет первая линия энергомоста, проложенная через Керченский пролив. Понедельник 23 ноября в Крыму и Севастополе стал выходным для всех, кроме республиканских и муниципальных объектов. Закрылись школы и детские сады. Энергоснабжение больниц производилось при помощи дизельных генераторов. Однако возникла проблема с водой. Из-за перебоев со светом ее приходилось подвозить в многие учреждения здравоохранения. Создался ажиотаж на автозаправках. Во многих сразу же закончились отдельные виды топлива и выстроились часовые очереди. Отсутствие электричества также остановило работу магазинов крупных торговых сетей. А в тех, которые продолжали работать, люди скупали все, что было на полках. Даже мы не переживали ни за холодильники, ни за что. Так что ничего страшного. Перетерпим. Правильно? Это временно. Все временно, все возобновится, все сделается, все будет хорошо. Очень отрицательно отношусь. Поступили они неправильно. Именно, наверное, чисто по-хохлядски. Нельзя так. Нельзя им так по надкусию. Но я думаю, что лишь бы мир был на земле. Мы рады, что у нас здесь мирно. И мы все переживем. Поэтому ничего страшного нет. Удобство. Ничего. На все привыкли. Бывает, свет не бывает. Ну, еще на свет не жаловали за всех. Только вчера два дня немножко свет не было. Сейчас опять свет установили у нас. Очень хорошо. Это потерпим, что нет света. Мы привыкаем к этому. Энергосистема Крыма обеспечивалась за счет собственной генерации. Однако в российском НЧС сообщали, что запасы горючего для крымских электростанций были на исходе. Окупационный губернатор Севастополя также просил горожан готовиться к худшему. Еще раз хочу обратиться ко всем севастопольцам. Не надо поднимать ажиотажа. Не надо впадать в панику. Самое главное еще разу сохранять спокойствие и работать в нормальном режиме. Сразу же после крымского блокаута некоторые министры Украины озвучили страшную новость. Не до поставки электроэнергии рикошетом ударят по местным атомным станциям. Прогнозировали чуть ли не Чернобыль. Однако эксперты этот миф развенчали. На самом деле снижение мощности – это абсолютно регламентный процесс. И это происходит на атомных станциях, когда есть диспетчерские ограничения. Например, в ночное время. И это было, например, летом этого года, когда вместо того, чтобы покупать по контракту с Российской Федерацией недостающую электроэнергию нам в пиковое потребление утренней и вечерней часы, она покупалась ровным графиком, в том числе ночью. И тогда никто не говорил о том, прежде всего Украинерго как системный оператор объединенной эргосистемы, что это опасно разгрузка атомных электростанций. По словам экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Кабаненко, сразу же говорить о серьезном уроне военному контингенту России, что находился на территории Крыма, нельзя. Однако при условии длительной блокады оккупанты могли бы понести существенные финансовые затраты. На значный период времени, это, конечно, впливает, потому что это понижает возможность корабля работать в море. Например, дизель-генератор в среднем мае различного класса, различных систем, например, от 5 до 15 тысяч годов на работу до ремонта. Вот можете пораховать, помножить это все и так далее. То есть проблемы выникнут через несколько месяцев, может через певро, когда будет необходимо менять дизель-генератор и ставить массовые корабли в ремонт. Вот это вплынет. В селах полуострова люди выживали как могли. Сначала более трех суток сидели без воды и света, потом жили в режиме верных включений. Десять через два. На полуострове взлетели цены на электрогенераторы. Некоторые покупали, некоторые вспоминали 90-е. Но больше всего в селах и поселках страдали маленькие дети. В основном из-за отсутствия воды. Народ недоумевал, почему так произошло и почему они выдуждены терпеть неудобства. Ну что это, вот маленький ребеночек, три месяца. Не подогреть, не помыть ребенка. Ну что это, ни воды не накачать. У каждого вот эти агрегаты стоят, покупают. Они стоят сколько. Обещанной своей генерации Крыму не хватило. Люди выживали как могли. Вот так вот хожу, вожу своей дочери, готовлю у себя и привожу еду. Конечно, это уже все застыло. Когда она придет с работы в 7, полвосьмого, ну пожалуйста. Все тут действительно еда. Уже просто вот такую вот готовишь, чтобы подогреть жене, где хоть холодную кашу. Ну такие вот дела, я не знаю. Я просто удивляюсь. Хотя бы, знаешь, что дом электрифицирован, могли бы почаще что ли давать. Однако, уже в начале декабря в оккупированном Крыму было восстановлено энергоснабжение. В Херсонской области ремонтники смогли подключить одну линию к напряжению. К линии Каховка-Титан народная блокада таки пустила рабочих. После почти двух недель переговоров со властью. Что будет происходить в Крыму, если эти 220 мегаватт туда пидут? Они, благодаря этим мегаваттам и тем, которые виробляют в Крыму, а уже начали отримать из материковой Росии, они, если захочут, смогут полностью, если захочут, могут полностью обеспечить потребы граждан и социальной сферы. В итоге, в конце концов, украинскую энергию Крым взял, но и Россия провела две нитки энергомоста. Сейчас, по словам экспертов, полуостров обеспечен на 80% электроэнергии. Однако, до сих пор сохраняются веерные отключения.